Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Первая студия». Мы продолжаем комментировать наиболее важные и интересные события в жизни нашей республики. Вначале по традиции я назову темы и представлю гостей. Итак, на этой неделе в нашей республике состоялся форум некоммерческих организаций Юга России. Организаторы данного мероприятия решили посвятить форум вопросам эффективного взаимодействия институтов гражданского общества и органов государственной власти. У нас в студии по этому вопросу Газимагомед Гаджиев, начальник управления Министерства по национальной политике нашей республики. Газимагомед Магомед Гаджиевич, добрый вечер. Здравствуйте. Вторая тема. 24 октября, в минувший четверг, в Государственной Думе был принят законопроект о качественном горячем питании детей в школе. Рассказать о том, как правильно надо кормить детей, мы попросили Татьяну Даудову, кандидата биологических наук, доцента кафедры Дагестанского государственного технического университета. Татьяна Николаевна, добрый вечер. Спасибо, что пришли. Итак, мы начнем с первой темы. Газимагомед, ну, как известно, политтехнологи нам, журналистам, скучать не дают, поэтому время от времени придумывают различные понятия. Скажите, пожалуйста, вот что означает НКО? Не так давно появилась эта аббревиатура. Что она означает, если можно, простым, доступным языком? Безусловно. Ну, если сходить из определения, которое нам дает федеральное законодательство, то НКО, это организация, основная деятельность которой является не излечением прибыли, а для решения определенных задач. Поэтому НКО для нашей республики, я считаю, это самое перспективное направление, потому что по последним социологическим данным, которые мы провели в прошлом году, опрос среди местного населения, 60% населения республики выразили желание участвовать в развитии гражданской области республики, что это довольно-таки хороший процент. Посредством политических партий, посредством движений, каких-то организаций общественных. Ну, вот в связи я бы еще хотел добавить, что у нас в республике зарегистрировано более трех тысяч некоммерческих организаций. И по этому показателю, по зарегистрированному на сегодняшний день, мы находимся в Северокавказском федеральном локе на первом месте. Тоже такой определенный показатель. И другой показатель, который развивается гражданского общества, показатель развитости, это вот показатель того, сколько наши некоммерческие организации участвуют в президентских грантах и грантах главы республики. В этой связи хочу отметить, что в этом году уже 16 выигранных грантов президента страны из 80 подданных, то есть каждое пятое. И в прошлом году эти показатели были на каждое десятое. То есть мы хотим сказать, и уже благодаря некоммерческому сектору в республику приходят более десятки миллионов рублей на решение социальных в основном задач. Да, Казин Магомед, это действительно так. Но вы знаете, на самом деле в Минюсте зарегистрировано несколько тысяч организаций, хотя вот мы с вами, ну, несколько десятков знаем, которые реально работают, которые как-то вот о себе заявляют, участвуют, да. А вот куда делись все остальные сотни и тысячи организаций, которые действительно как-то зарегистрированы, вот здесь вот, конечно, непонятно. Но это не принципиально. Так, скажите, пожалуйста, ну вот как идет взаимодействие, взаимодействие институтов гражданского общества и государства? Вот вы только что сказали о грантовой поддержке, да? То есть государство устанавливает гранты? Да. Это один из механизмов поддержки. У нас есть общественная палата Республики Дагестан, которая является основным звеном, который принадлежит в выстраивании диалога между властью и обществом. Есть другие консультативно-совещательные органы, советы при главе Республики Дагестан по развитию гражданскому же правам человека, Координационный совет некоммерческих организаций и другие институты. На местном уровне создаются общественные советы, при органах власти создаются общественные советы и так далее, и так далее. Весь этот механизм, она дает нам право говорить о том, что на сегодняшний день гражданская активность и гражданская общая республика, она есть, и его необходимо развивать. То есть, говорит, это разве не приходится, к сожалению, и об этом все говорят, но только в Дагестане, но и в России в целом. А в Республике, она есть тенденция к развитию. Партии, которые представлены у нас в парламенте, да? Безусловно. Опять-таки, опять-таки, почему со всей страны приехали к нам на форумы, почему, в общем-то, многие вещи признаются у нас в Республике, это количество независимой прессы, да, количество независимых СМИ, да? Не будем здесь рекламировать, но каждый, все дагестанцы знают о том, что достаточно много в нашей Республике действительно настоящих независимых СМИ, которые открыто высказывают свою точку зрения по самым острым вопросам. Все это некоммерческие организации, все это гражданское общество, и все это, безусловно, да, должно работать на процветание Республики. Более того, я хочу сказать о том, что в рамках форума одна из площадок была посвящена цифровым технологиям на службе гражданского общества. И в рамках этой дискуссионной сессии, безусловно, обсуждались разные форматы подхода к освещению деятельности некоммерческого сектора. Безусловно, отсутствие информированности населения, отсутствие информационных технологий в деятельности некоммерческого сектора во многом и предопределяет то, что мы говорим, то, что 10-15% общего количества только реально работают. То есть главный показатель, одним из, опять-таки, является информированность, информационные технологии, как подают информацию о себе некоммерческие организации, организационные в какой направленности, организационно-правовые формы. Любая организация, она должна быть представлена средством массовой информации или хотя бы через интернет. Газим Магомед, скажите, пожалуйста, поступает ли вам в Министерство информация о дагестанцах, наших дагестанцах-земляках, которые проживают как в стране, так и за рубежом? Если брать официальные данные, вот, смотрите, 2010 года перепись последняя была, следующая будет в следующем году. За пределом республики, то есть в России, имеется в виду, находятся 774 тысячи этнических дагестанцев живут на сегодняшний день. Но если эта цифра, конечно, сейчас в разы выросла, однозначно, больше миллиона уже. Больше миллиона, да. Миллиона, да. Что касается за рубежом, точной цифры, к сожалению, никто нам не скажет, но наши подсчеты, которые мы проводили уже несколько лет, нам дают основания говорить о том, что находятся за пределами республики более трех миллионов этнических дагестанцев, которые покинули республику в те или иные периоды. То есть 3 миллиона в Дагестане проживают и 3 миллиона дагестанцев за пределами республики. Самая большая диаспора дагестанская находится, безусловно, в Турецкой республике. И когда мы буквально на прошлом месяце у нас проходил форум молодых соотечественников, это продолжение того форума, который был в 2017 году. К нам приехали наши дагестанцы из 20 стран мира. То есть с каждым годом, с каждым разом, будем так говорить, форум охватывая все более и более страны, потому что на определенной этапе эта работа была, как говорится, перестали работать в этом направлении определенном. И мы начали активно сейчас последние несколько лет заниматься этим вопросом, вопросом соотечественниками. В этом нам, если говорить о республике, в стране помогают наши представители. Они уже осуществляют деятельность в 45 субъектах России на сегодняшний день и в двух странах зарубежных. Но, тем не менее, за рубежом, если говорить, опять-таки, у нас есть культурные центры, с которыми у нас есть непосредственные контакты. Западная Европа, Северная Америка, Ближний Восток, СНГ само собой. То есть это более 20-25 организаций, опять-таки, некоммерческих, через которые мы связанно налаживаем контакты и взаимодействуем. Проводится масса мероприятий. Более того, я хочу сказать о том, что состоятельные дагестанцы, которые живут за пределом республики и Российской Федерации в частности, они активно хотят и заинтересованы в том, чтобы помочь Дагестану. И есть такие примеры. Например, у нас есть семья Фаталиевых из Казахстана, которая профинансирует довольно-таки большие и внушительные суммы в развитии родных районов, Ахтынского района, в первую очередь. Строятся садики, социальные учреждения и так далее. И таких примеров немало? Немало, абсолютно. Я более чем уверен, что вот эти мероприятия, которые мы проводили сейчас, буквально недавно и до этого, они нам говорят о том, что, безусловно, у них есть заинтересованность и большое желание. На самом деле, я действительно хочу подтвердить то, о чем вы сказали. Дагестанцы, проживающие за пределами, они скучают по родине. Они скучают по родине. Нам тоже довольно часто приходится с ними, приходится их видеть, брать у них интервью. На самом деле, они готовы и помочь, они готовы в каких-то случаях и поработать здесь, сделать все для того, чтобы родная республика вышла на новый уровень своего развития. И вот я, когда задавал вам этот вопрос, на самом деле, я имел в виду именно это важное обстоятельство, с тем, чтобы при решении каких-то кадровых вопросов, чтобы органы государственной власти республики имели эту информацию, где наши люди работают, какие должности занимают, в каком положении находятся. К ним можно обратиться не только за средствами, к ним можно обратиться за тем, чтобы они просто проконсультировали, помогли по своей сфере для того, чтобы решить важные вопросы. Вопросы, связанные с водоснабжением, вопросы, связанные с транспортными какими-то развязками. На самом деле, очень много наших людей добились выдающихся вершин. Богатые предприниматели, грамотные руководители, они есть, они работают в Белоруссии, да, вот известный господин, в Италии наши врачи, в Турции, вы уже сказали, это все есть, да. И, конечно же, хотелось бы, чтобы ваше министерство поддерживало связи с нашими диаспорами в Москве, Санкт-Петербурге и в дальневосточных округах. Наличие наших представителей региональных, они, безусловно, находятся там во многом на общественных началах, они работают, они проводят колоссальную работу, и в том числе то, что вы сейчас сказали, направлено на сохранение межнационального мира и согласия. Потому что вы, наверное, тоже слышали, ни для кого это не секрет, что многие дагестанцы уехали воевать в Сирию не в республике, а за определенной республике. Поэтому эта работа, особенно среди дальних краях, ближние и так далее. У нас есть представители и в Дальнем Востоке. Вот, наверное, впервые, чтобы республиканский чиновник на уровне министра побывал в Хабарабском крае и Амурской области. Как вы знаете, в этот год у нас, в год 20-летний разгром террористов, тоже всегда, в Дагестан, в 99-м году. И по этому событию наш министр, Эндекс Елимович, выехал от дагестанской делегации в Хабаровский край, Амурскую область. И провели там большое количество мероприятий, встретились с молодежью, с диаспорой, с органами власти. И в конце, более того, я хочу сказать о том, что этот институт очень важен, который был создан в 90-х годах. И он сейчас актуальность не потерял свою. Поэтому, если благодаря тому, что они существуют, они нам дают возможность решать вопросы, находясь в республике, которые создаются там. Кстати говоря, как сказали гости на форуме, не во всех республиках есть министерство по национальной политике, как у нас. Поэтому они тоже сказали, хотелось бы, конечно, чтобы во всех регионах были аналогичные министерства. Потому что каждый регион многонационален, да? В принципе, конечно, этими вопросами надо заниматься. Еще один вопрос, Газим Магомед. Многие регионы нашей страны развивают и поддерживают благотворительность. Как известно, благотворительные организации также входят в категорию НКО. Это тоже ваша деятельность. Вы знаете, на самом деле, вот смотришь то, как работают в других регионах, конечно, это очень интересно. Люди заботятся о пожилых, лечат детей в различных клиниках нашей страны и зарубежья. Одним словом, благотворительные организации, безусловно, нужно поддерживать и развивать. В нашей республике государство держится немножечко в стороне, не вмешиваясь, не мешая работать. Но вместе с тем, мне кажется, нужно больше внимания уделять благотворительным организациям. Вот недавно прошла информация от правоохранительных органов, разоплачили, в общем-то, деятельность одной благотворительной организации. В общем-то, деньги собирали, а направляли совсем на другие нужды, а не по прямому назначению. Вот чтобы таких вещей не было, конечно, государство должно следить, смотреть за тем, как работают эти благотворительные организации. Пожалуйста, вот по этой части вопросов. Безусловно, благотворительная деятельность – это самая, наверное, такая ниша, где больше всего вкладываются средства, и самая активная часть населения участвует. Потому что у нас благотворительная деятельность из всего числа некоммерческих организаций, которые я перечислил, более трех тысяч зарегистрированных, самая большая и самая активная – это благотворительная. Их очень много. Их очень много. Да, есть такие показательные примеры, я вам хочу сказать, которые заслуживают федерального внимания. Во-первых, у нас есть организация «Жизнь без слез», у нас есть организация «Весна», у нас есть организация «Дагестан без сирот» и другие, которые, вот, к примеру, «Жизнь без слез» в прошлом году открыли кафе для людей с ограниченной возможностью. Кафе называется социальный кафе, кафе «Перемен». Трудостроились почти, если я не ошибаюсь, 20 человек. Это один пример. Второй пример – это единственный в России социальный кафе. Второй пример – организация «Весна» построила базу на берегу Каспийского моря в Карабадахкенском районе для людей с нарушенной опорно-двигательной системой. То есть уникальные условия. «Дагестан без сирот» построили дом для детей, которые остались без попечения родителей, будем так говорить. Вот таких ярких примеров у нас очень мало. Ну, в любом случае, на самом деле, опять-таки, да, парадокс, несколько сот зарегистрировано благотворительных организаций. Те, кто работают, это вот единицы, да, десятки, можно сказать. Ну, к сожалению, может, такая тенденция и есть, но в основном большинство из них на самом деле работают, оказывают социальные услуги, тем более сейчас государство и президент страны в своих посланиях обозначало такой вопрос, что некоммерческий сектор, некоммерческие организации должны участвовать в оказании социальных услуг населению. И в этой связи, вот то, что 10% бюджетных средств выделяться должны некоммерческим организациям, которые оказывают социальные услуги, то есть социально ориентированным, это вот то направление, один из, что я говорил, благотворительность. Поэтому это... Кроме того, кроме того, благотворительность, оно ведь воспитывает в человеке определенные качества, воспитывает в детях, подростках, да, вы помните, Тимуровские, да, вот эти вот отряды, отряды, которые занимались помощью людям старшего поколения, да, вот, все это формирует человека, поэтому благотворительные организации нужно, конечно, развивать и поддерживать. Я вот как-то говорил, предлагал такую идею, вот каждый год в канун Нового года мы празднуем, чествуем наших спортсменов, да, собираем их в большом дорогом месте, значит, накрываем столы, награждаем. Ну вот почему бы не чествовать благотворительные организации, которые в течение года проявили себя, принесли много полезного, доброго и нужного людям, да. Давайте тоже в конце года устроим хороший большой бал, да, с участием руководителей. На самом деле пусть придут и пожмут руку, поблагодаря тех, кто действительно работают не для своей какой-то коммерческой выгоды, а для людей, для людей пожилого возраста, для детей, которым нужна медицинская помощь, дорогостоящая операция. Мы с вами знаем этих людей, потому что вот в этой студии я вел, значит, телемарафон, мы собирали деньги для конкретной девочки, и когда мне пришли, сказали уже по истечению времени, что с ребенком все в порядке, успешная операция, и все хорошо, на самом деле было приятно, что я имел какое-то отношение вот к этому большому событию. Так что нужно развивать некоммерческий сектор, нужно поддерживать благотворительные организации, конечно, безусловно, да. Газимагомед, спасибо вам большое, спасибо вам большое за то, что пришли, рассказали, мы перейдем к нашей второй теме. И у нас здесь, конечно же, хорошие новости, которые пришли из Государственной Думы. Татьяна Николаевна, вы у нас будете комментировать вторую тему. Итак, значит, готовится закон к принятию, по которому, значит, горячее питание в наших школах будет введено повсеместно, да. Татьяна Николаевна, вот я выписал несколько пунктов, которые вас попрошу прокомментировать. Итак, закон обязывает все образовательные учреждения нашей страны обеспечить школьников горячим питанием, да. То есть никакой альтернативы, никакой замены, никакого буфетного варианта. Точка. Горячее питание каждому ребенку. Это первый пункт. Второй пункт. Закон запрещает использовать при производстве продукции для детского питания сырье, изготовленное с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО и пестицидов, а также других опасных для здоровья детей веществ. И, наконец, третий пункт. Родители смогут контролировать детское меню. Для этого предполагается обязательное размещение этой информации на сайте образовательного учреждения. Пожалуйста, Татьяна Николаевна, прокомментируйте новый закон. Прошу вас. Здоровье детей – это, конечно, приоритет и для родителей, и для государства. Поэтому, именно поэтому, значит, возник этот закон сегодня. Он очень актуален. Но я должна сказать, что о здоровом питании заботились и ранее. Например, в 2008 году был выпущен документ. Это строительные, простите, санитарные нормы и правила организации питания в школах. Там прописано всё. Всё о здоровом питании. Но здоровое, правильное питание, рациональное питание, оно, значит, предполагает, что рацион питания ребёнка должен быть сбалансирован в качественном и количественном отношении. То есть в организм ребёнка с пищей должны поступать белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества и, соответственно, энергия, калорийность в соответствии с физиологическими нормами, которые прописаны для детей. Безусловно, это обеспечит, укрепит здоровье детей наших и будет способствовать профилактике болезней. Но хороший закон, очень хороший. Однако, я должна сказать, что для осуществления этого закона нужно решение базовых проблем. Но, на мой взгляд, первая важнейшая базовая проблема – это существование самого предприятия, то есть столовой или пищеблока, который бы соответствовал современным строительным нормам проектирования. Это предприятие должно быть оснащено современнейшим оборудованием технологическим, особенно холодильным оборудованием для хранения продукции, отдельно сырья, полуфабрикатов и в соответствии с требованиями товарного соседства. То есть холодильная база дорогая, она, конечно, но она должна быть укреплена. Кроме этого, важнейший вопрос – это кадровый вопрос. Но специалисты должны работать для обеспечения здорового питания детей. В школьных столовых? В школьных столовых. Но здесь речь идёт и о столовых, детских садах. А вот школы, интернаты – это вообще дети, которые питаются сутками в этой столовой, и больше нигде. Поэтому там должны работать специалисты. Но, пользуясь случаем, я хочу сказать, что наш Дагестанский государственный технический университет, кафедра технологии пищевых производств и общественного питания выпускает таких специалистов. И наши специалисты работают в некоторых школьных столовых, заведуют производством. Но даже имея кадры, имея базу, оборудование, само предприятие, если не будет качественного снабжения, мы никогда не обеспечим здоровое питание наших детей. Вот качество снабжения, да, должно быть обязательно, должна быть сопроводительная документация. Это и удостоверение качества, сертификаты качества, обязательно ветеринарное свидетельство. Но при этом сама продукция, она, сама продукция должна быть качественной, а не только бумага. Вот меня очень волнует такой вопрос, вопрос тендеров. Вот меня удивляет, вот в этой связи, насчет, я хочу сказать, фальсифицированного сливочного масла. Как может выиграть тендер поставщик, если он заявляет, что сливочное масло он будет поставлять дешевле 300 рублей? А что это за сливочное масло такое? Это ясно, что это фальсифицированные жиры, гидрогенизированное пальмовое масло, которое, естественно, запрещено в детском питании. Однако он выигрывает этот тендер. И вот результат. И вот, к сожалению, в нашей республике совсем недавно была эта история. Вот, к счастью, что все фигуранты этого дела арестованы. Мы очень надеемся, что правоохранительные органы отнесутся к этим людям со всей строгостью закона. Но факт остается фактом. Группа людей, они преднамеренно травили, в общем-то, детей пальмовым маслом и в садиках, и в школах. Вот, кстати, о законодательной базе, которую, я считаю, нужно укрепить именно для поставщиков. Ужесточить требования поставки продукции. Сейчас, значит, все лежит на плечах завсклада, который принимает продукцию фактически в школьной столовой. Значит, принял не ту продукцию. А зачем ты ее принял? А зачем они поставляют продукцию такую, когда уже изготовитель не существует? Его нет. А он везет продукцию. Значит, завсклад должен идти быстрее в интернет. Есть или нет такой поставщик? А при этом документация вся правильная. Значит, вот здесь, мне кажется, нужно все-таки укрепить, ужесточить. Татьяна Николаевна, вы абсолютно правильно говорите, что базу нужно подготовить. Вот смотрите, должны же ведь помимо холодильников, о которых вы сказали, должны быть просторные залы для приема пищи. Это обязательно. Да. Обязательно. Вот меня все время... С мебелью правильно. С нормальной. Чтобы столы имели гигиеническое покрытие. Вот это вот столпотворение в эту перемену. Но почему это происходит? Неужели нельзя развести старшие классы от младших? Можно составить график элементарно, скользящий график, питание для детей. Скользящий график. Да. И тогда не будет никакого столпотворения. Дети будут приходить по графику, их будут приводить классные руководители, и они будут нормально питаться в столовой. Более того, питание для каждого ребенка настолько важная вещь, что действительно где-то в каких-то образовательных учреждениях надо пересмотреть, может быть, да, какие-то дополнительные помещения использовать для того, чтобы дети действительно... Это обязательно провести ревизию самих предприятий, в первую очередь. Оснащение их оборудованием. Как правило, это все уже давно устаревшее оборудование. Сейчас же вышло много современного хорошего оборудования, и теплового, и механического, и вспомогательные красивые столы. Но самое главное, не должно быть столпотворения, не должно быть давки, да, не должно быть этих ужасных очередей, да. Все должно быть спокойно и аккуратно. Ну, в среднем прием пищи 30 минут как-то, вот, можно это по графику. Кстати говоря, можно и чуть больше время уделить для приема пищи. Ну, можно, естественно. Ведь врачи, педиатры всегда говорят, значит, прием пищи должен протекать в спокойной обстановке, торопиться не надо, ребенок должен вымыть руки, спокойненько сесть, пообедать и продолжить образовательный процесс. Это обязательно должно быть столовое место, где можно вымыть руки детям. В общем, Татьяна Николаевна, мы на пороге серьезных перемен для детишек с 1 по 4 класс. Судя по всему, будет вводиться новое меню, новое, значит, правило питания. Значит, цена вопроса 20 миллиардов рублей. Ну, поскольку, значит, этот закон был внесен председателем Государственной Думы и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, помимо этого все руководители фракции Государственной Думы также подписали, значит, этот проект закона. То есть практически нет никаких сомнений, что и во втором чтении этот закон пройдет, может быть, даже с лучшими добавлениями. Кстати говоря, не указана окончательная цифра, сколько же предусмотрено на одного ребенка. Сейчас это 15 рублей? Пока нет. Пока нет. Ну, судя по всему, после второго чтения эта цифра будет каким-то образом обозначена, какая сумма будет предусмотрена на одного ребенка. Ну вот 20 миллиардов рублей, как-то все-таки посчитали, это на всю образовательную систему России в год будет выделяться эта сумма. Татьяна Николаевна, ну что, мы приветствуем появление этого закона, безусловно, мы долго говорили об этом безобразии, о 10-15 рублях на одного ребенка, специалисты Роспотребнадзора возмущались, как только могли, и это все можно понять, безусловно. Так что вот ситуация в 2020 году будет меняться. Будем лучше и качественнее кормить детей при условии, если они выполнят все то, о чем вы только что сказали. Нужно подготовиться, и все продукты, все закупки, все должно быть качественное. Качественное, конечно. Будем за этим следить. Татьяна Николаевна, смотрите, значит, питание подростков, да, питание подростков, питание детей старших возрастов, также имеет большое значение. Конечно. К сожалению, врачи-педиатры говорят о том, что, в общем-то, здоровье детей желает оставлять много лучшего. Вы знаете, проходя вот по улицам нашего большого города, довольно часто приходится видеть, как наши студенты, наши учащиеся, среднеспециальных учебных заведений просто облепливают все эти пункты быстрого питания и употребляют эту шаурму. Ваше отношение к данной продукции и к тому, что дети изо дня в день вот обедают вот этой, что называется, сухомяткой? Ну, это, безусловно, неправильно. И, конечно, родители, я уверена, все родители борются с этим. Вот. Но еще я хочу сказать, вот эти напитки, холодные напитки, которые так любят эти наши дети и которые у них употребляют. И вот, к сожалению, в школьных столовых, ну, мы бываем в школах с профориентационной работой, и, конечно, обязательно я захожу в столовую. Я смотрю, вижу, ну, слава богу, наконец, сейчас нет пончиков пирожков, жареных во фритюре. Уже давно не видно. Да, есть выпечка, булочки, и вот эти холодные дешевые напитки стоят с искусственными красителями, с добавками. Но почему бы соки детские для детей не поставить, просто натуральные соки? Наверное, потому что они дорогие, не могут дети их покупать. Может быть. Но приучать детей надо. И вообще я вам должна сказать, что культура питания – это неотъемлемая часть общей культуры человека. И приучать детей правильно питаться к культуре питания надо с детства. С детства ребенок должен знать, что такое первое блюдо, для чего он его ест, второе блюдо и так далее. Но, к сожалению, наши дети многие не знают, потому что родители до сих пор не очень культурное питание. А ведь всего-навсего, всего-навсего, да, нужно каким-то образом подготовить родителей на родительском собрании по этому вопросу. Должна быть пропаганда культурного питания. Да, 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 всего-навсего, да. Нужно сказать родителям, чтобы они как можно чаще, чаще говорили об этом дома. Ну и, наконец, ну и, наконец, не составит большого труда, наверное, врачам, педиатрам поликлиник, да, близлежащих, прийти в школу и прочитать лекцию. Но инициатором должна быть сама школа, классный руководитель, завуч, директор школы. Вот они должны проявить инициативу и сказать, пожалуйста, вот хотя бы два-три раза в году в моем классе прочитайте лекцию о продуктах питания, что вредит, а что способствует развитию. Ну вот я хочу сказать, у нас в техническом университете ежегодно организуется такая беседа в общежитии, со студентами общежития, и наш лозунг «Здоровое питание – это будущее нации». Вот сейчас в ноябре мы опять... Это хорошо, но вместе с тем хотелось бы, чтобы все-таки и наши ректора, и директора все выходили за пределы своего образовательного учреждения и смотрели, что находится за территорией. А там все эти пункты горячего питания. Надо обязательно позвонить Роспотребнадзору и сказать, проверьте, проверьте на качество питания. А еще лучше, чтобы их там вообще не было, этих пунктов быстрого питания, прямо за пределами образовательного учреждения. Специально ведь там ставят эти будки и продают студентам и учащимся. Все это вредит здоровью. Можно же с этим что-то сделать? Безусловно. И, наконец, последний пункт, Татьяна Николаевна, это вот столовые. Столовые при образовательных учреждениях, я имею в виду среднеспециальные образовательные учреждения и вузы. На самом деле большое количество студентов, видимо, не хватает столовых или что-то. Но, мне кажется, к этому вопросу нужно вернуться. Студентов, ребят нужно кормить. Кормить горячим питанием. Согласны? Я, конечно, согласна. И у нас в техническом университете бывший наш ректор, теперешний президент Тагир Абдурашидович, он организовал центр питания, где у нас питаются и преподаватели отдельно для них зал есть, и есть отдельно зал для студентов. При этом цены контролируются и регулируются ректоратом. Обязательно не выше тех, которые допустимы в социальных столовых. Но, опять-таки, нужно посмотреть, какое количество студентов идут в столовую и кушают, горячую пищу, первое блюдо. А какое количество студентов уходят за пределы, за территорию высшего учебного заведения и, значит, идут в эти пункты быстрого питания и покупают шаурму. Вот это очень серьезные вопросы. Ну, это проблема, да, безусловно. И эта проблема, она возникает не со студенческих пор, а со школьных. Вот мой внук, например, из школы, он обязательно должен пойти вот что-то купить. Значит, ну не давать деньги детям тоже хоть какие-то копейки родители дают. Так вот они обязательно купят вот эту шаурму. Это уже просто вот как и боремся, и все. Самое интересное, самое интересное, Татьяна Николаевна, ну вот я посмотрел, готовился к программе, во Франции шаурму больше продают, чем в Турции. То есть, если, если, да, к этому процессу подойти, значит, нормально, если к этому процессу подойти, ответственно, если все ингредиенты качественные, и то, в общем-то, в принципе, не так уж она и вредна. Если качественная, я согласна. Но опять-таки, опять-таки, как свидетельствуют наши проверяющие органы, там очень много некачественной просроченной продукции. Антисанитария там просто. Антисанитария. Антисанитария в том числе, да. Без воды он продает шаурму. Как это? Татьяна Николаевна, Татьяна Николаевна, вот вы только что сказали о том, что в техническом нашем университете действительно есть технологический и центр, есть и технологический факультет. Так получилось, что вы как бы у нас одни-единственные на всю республику, но факультет, в общем-то, имеет свою историю, в общем-то, факультет давно работает, есть группа преподавателей, специалистов, хорошие, в общем-то, ваши выпускники, которых вы знаете, да. Они по республике. Но скорее, ну, нужно сделать так, нужно сделать так, чтобы вот вся эта сила была направлена на исправление ситуации в наших городах и районах. То есть либо мы создаем комиссию, либо мы создаем какие-то, значит, специализированные бригады совместно с Роспотребнадзором. Это правильно, да. И нужно все это проверить, нужно все это обойти вместе с участковыми. Вместе с участковыми. Татьяна Николаевна, ну вот как вы, если вас попросят, вас, ваш вуз, ваш факультет, согласитесь помочь республике нашим городам? Конечно, мы с удовольствием всегда поможем республике. Ну вот. Ну, я надеюсь, что на самом деле мы к этому подойдем, мы создадим необходимые подразделения, да, и не поленимся, проверим все эти пункты быстрого приготовления. Конечно, в авангарде должен быть Роспотребнадзор. Безусловно, да? Безусловно. Безусловно. Да, это их прерогатива, это они у нас основа. Понятно. Татьяна Николаевна, ну я вас поздравляю, я вас поздравляю, поздравляю всю республику, все наши школы с тем, что действительно в 20-м году практически уже, мы не сомневаемся, будет принят закон, в соответствии с которым мы будем кормить бесплатно детей с 1 по 4 класс не на 15 рублей, как сейчас, а на более значительную сумму, да. И качество питания изменится в лучшую сторону. Ну а мы взрослые, мы журналисты, вы технологи, политики, министры, мы все постараемся сделать так, чтобы технологическая вся линейка полностью соответствовала закону, и наши дети росли крепкими и здоровыми людьми. Татьяна Николаевна, спасибо. Спасибо вам большое за то, что уделили нам время. Уважаемые телезрители, это была программа «Первая студия». Спасибо вам большое за ваше внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok